Если не съесть кусок мела, то, скажем так, трапеза не будет полностью меня удовлетворять. Мне не нравится, чтобы он был перетертый, что-то ближе к муке. По мне, это обычный, то есть, кусок, которого ты сам откусываешь. Не слишком твердый, не слишком мягкий, то есть, скажем так, оптимально, приятный для зубов. Это началось очень давно, больше 20 лет. Прийти было несложно, потому что у меня в семье мама милая, тетя милая. То есть, у меня всегда, в принципе, это было на виду, скажем так, потому что всегда был живой пример. То есть, мама, тетя, мы не кушали. У меня еще была любовь к поеданию цементной. Стены, которые за нами, они поддавались многолетней атаке от меня. Он сейчас мне нравится, но разум с годами начал приходить, и я от этого как бы отказалась, потому что цемент – это достаточно серьезный удар по организму. Я помню, в школе той же самой у нас начинали делать там ремонт, стены, не стены ломать, и периодически там я отпрашивалась с урока, когда я знала, что 100% все дети как бы под присмотром, заняты своим делом, с учителем, и подходила к этой стене, там, брала себе эти кустки, либо там с собой просто в карман их клала, забирала, либо на месте поедала. А то, что связано с мелом, я помню свои школьные годы и моменты, когда в школе меня прям влекло к определенному мелу, он не был канцелярией. То есть канцелярия – это, как сейчас я помню, это такие определенные формы, размеры, может быть, любой формы геометрической, аккуратно лежавшей в коробочке. И у нас учительница моя первая, она привозила, то ли ей кто-то помогал привозить, просто обычный природный кусковой, ну, как он есть в природе, то есть, да, он не придан никакой там огранке. Сейчас мифов, легенд, я могу сказать одно. У всех у нас организмы разные. Мой организм достаточно спокойно себя ведет, у меня нет никаких расстройств, то есть камней в почках и так далее. А есть люди, которые даже не употребляют мел, имеют в тех же самых почках камни. То есть, и, скорее всего, им уж точно не стоит идти на риски и заниматься поеданием мелом. Самым страшным, что могла рассказать про меня мама, знакомясь там с потенциальным там молодым человеком, показывая стены в доме, до сих пор не отремонтировая, говорила, вот как бы, что тебе нужно знать о твоей будущей супруге. Вот, подводила к месту моей славы. И мне это, конечно, было, ну, 18-19 лет, 20, было неприятно, скажем так. Когда с моим мужем мы познакомились, этот ритуал моя мама тоже не упустила, естественно, вообще нет. То есть, не было никаких, скажем так, гримас, удивлений, либо еще что-то. Ну, принял как факт, но было, было. Продолжение следует... Продолжение следует...